Украина не получит американские беспилотники Грей Хиггл, несмотря на просьбу Киева и поддержавших ее конгрессменов. Запрос отклонил Пентагон, так как применение украинскими военными этих высокотехнологичных авиационных систем в зоне конфликта приведет к его эскалации. Отказ подтвердили и представители компании General Atomics, которая разрабатывает эти аппараты. Подробнее о подобных разведывательных системах нам рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Эксперт заверил, что с подобной техникой российские военные уже познакомились в Сирии и Ливии. Российская армия оснащена, в первую очередь, это Панцирь, это комплекс ТОР и, соответственно, комплекс БОК. Но, если мы говорим о других характеристиках, он может находиться в воздухе 36 часов, передвигается со скоростью 130 км в час. То есть это достаточно серьезный беспилотный летательный аппарат, способный действовать на большую глубину, вести разведывательности, поражать цели. Но для российских систем ПВО подобного рода дроны такой серьезный опасность не представляет, потому что мы с аналогичными беспилотниками сталкивались в Сирии, в Ливии, и наши системы ПВО успешно их уничтожали. Страх потерять технологии вынудил Пентагон отказаться поставлять такие аппараты на Украину, считает Юрий Кнутов. Но с чем связано то, что американцы отказываются поставлять эти беспилотники Украине, они боятся утечки технологий. То есть они понимают, что мы сбиваем где-то 2-3 дрона и, собственно говоря, из обломков можем собрать практически целый аппарат и таким образом узнать частоты, узнать особенности работы, изменить наши станции радиоэлектронной борьбы, таким образом, чтобы они глушили каналы управления и информационные каналы, которые идут с этого беспилотника на станции управления. То есть таким образом просто армия США может, ну, в общем-то, иметь достаточно серьезные проблемы в случае конфликта между Россией, либо каким-то государственным союзным с Россией и Соединенными Штатами Америки. То есть для американцев применение этих беспилотников будет крайне-крайне затруднено. Именно поэтому они не рискуют их передавать киевскому режиму. То есть они боятся повторений ситуации, которая произошла в свое время с Ираном. Когда Ирану попали новейшие американские беспилотники с помощью российских систем РЭП, они были посажены, Иран изучил, но после этого совершил гигантский рывок в развитии беспилотной авиации. Причем беспилотная авиация различных типов. На сегодняшний день иранские беспилотники считаются одни из самых массовых и достаточно продвинутыми. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Владимир Путин не поедет на саммит Большой Двадцатки в Индонезию. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На Бали Россию будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. Будет ли Владимир Путин выступать на саммите по видеосвязи, пока уточнений от Кремля не было. По данным российского посольства в Индонезии, такой вариант прорабатывается. КНР пока также не подтвердил участие на G20 своего лидера Сидзиньбин. Представитель внешнеполитического ведомства КНР призвал следить за обновлением информации. Саммит G20 состоится на острове Бали 15-16 ноября. Россия планирует обсудить на Бали зерновую сделку и создание газового хаба в Турции. Джо Байден надеется на продолжение помощи Украине при новом составе Конгресса. Об этом он заявил по итогам выборов. Президент США заверил, что предоставляет Киеву только ту военную помощь, которую считает действительно необходимой, чтобы не дать конфликту перерасти в Третью мировую войну. Помешать планам Байдена могут республиканцы. Некоторые представители партии перед выборами выступали за уменьшение траншей Киеву, а некоторые и вовсе призывали их прекратить. Но все-таки единства по этому вопросу в партии нет. В речи по итогам выборов Джо Байден заявил, что надеется на продолжение двухпартийного подхода к противодействию агрессии России на Украине. Президент рассказал, что Вашингтон не давал Киеву карт-бланш. Например, Байдена очень просили, чтобы американские самолеты обеспечивали безопасность воздушного пространства над Украиной. Но Белый дом отказался это делать, объяснив это тем, что не хочет сбивать российские самолеты и напрямую ввязываться в конфликт. Байден также заявил, что предоставил Киеву разумные возможности защищать себя, а именно ракеты дальностью 160 миль, а не 600, потому что он не ждет, что ВСУ начнут бомбить российские территории. Тем не менее, президент США рассчитывает на продолжение помощи Украине и надеется найти общий язык с лидерами республиканцев на эту тему. Накануне выборов партия красных делала ставку на тезис о том, что надо сократить финансирование Киева и направить средства на решение внутренних проблем. Кое-где эта идея подействовала. Так в Огайо в Сенат избрался республиканец Джей Ди Вэнс. Он призывал совершенно точно уменьшить помощь Украине. В СМИ писали, что украинская община, которая в Огайо большая, выступила решительно против Вэнса, отказалась за него голосовать и обещала тем самым создать ему проблемы на выборах. Не получилось. Тем временем его соперник демократ Тим Райан называл защиту Украины фундаментальным императивом для Америки. Сложно сказать, помешала ли его позиция набрать ему голоса, но в итоге он сильно проиграл оппоненту. Самое яркое выступление на эту тему было у республиканки Марджери Тейлор Грин. Демократы распахнули нашу границу настежь. Но единственная граница, которая их волнует, это Украина, а не южная граница Америки. При республиканцах Украине не достанется ни копейки. Наша страна важнее. Наша страна идет первым. Но в плане вопросов по Украине у республиканцев нет единодушия. Эксперты считают, что рассчитывать на полное прекращение помощи нельзя. Партия не сможет отказаться от возможности обогатить через такие транши американские оружейные компании. Но раскол по этому вопросу присутствует. Так, влиятельный сенатор-республиканец Линси Грэм, яры сторонник военной помощи Украине, считает, что ее надо только наращивать. В то же время республиканец Рэнд Пол, который, кстати, переизбрался с большим успехом на этих выборах в Сенат от Кентукки, ранее пытался мешать принятию закона об американской помощи Украине на 40 миллиардов долларов и высказывался против расширения НАТО на постсоветское пространство. Но наиболее яркое противостояние между лидерами партии. Глава в Палате представителей Кевин Маккарти допускал, что штата ограничат военные поставки Киеву в случае победы на выборах. Маккарти, кстати, должен заменить Пелоси на посту спикера Нижней Палаты. Но в то же время лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призывал администрацию Байдена увеличить помощь. Так что споры по этому вопросу будут продолжаться. Как начнет действовать новый состав Конгресса и кто сдержит свои обещания, станет понятным в январе, когда заработает новый состав. В Швейцарии призывают к нейтралитету страны по вопросам санкции. Начался сбор подписей. Его организовали представители Швейцарской народной партии, а также ряд ее сторонников. По их мнению, в Конституцию страны необходимо внести поправки о швейцарском нейтралитете. Согласно предложенным изменениям, республика не должна вступать ни в какие военные или оборонные союзы, а также обязана оставаться в стороне по вопросам введения международных санкций. Такой инициативе не удивился политолог-международник, депутат Госдумы Олег Матвеичев. В интервью нашей радиостанции он разъяснил позицию активистов. Швейцарский нейтралитет на протяжении очень многих лет, там 150, ну даже больше, со времен, так сказать, Венского конгресса, со времен создания, можно сказать, этой страны практически в современном виде, был, ну что называется, притчей во языках. Швейцария всегда заявляла о себе как нейтральном государстве. Она это продемонстрировала, ну более-менее, насколько это было возможно, даже в период Первой и Второй мировых войн. И вдруг сейчас, когда начались так называемые американские санкции, когда начались, ну вот, все телодвижения против России, Швейцария, швейцарские власти как-то синхронно стали действовать вместе с Европейским Союзом, абсолютно никого не спросясь, как будто это так и нужно, как будто так и положено. Ряд политических деятелей, ряд партий, кстати, они, это партии, которые, ну, на данный момент находятся в оппозиции, а до этого были правящие, с коалицией, они задали вопрос, а что, собственно говоря, происходит? А куда делся наш швейцарский нейтралитет? Им тут же стали объяснять газеты, другие политики, что это все нормально оказывается, ничего не нужно делать, все мы правильно делаем, мы вместе с Европой, мы вводим все то же самое, с небольшим опозданием, синхронно, потому что это, дескать, к нейтралитету не имеет никакого отношения. Нейтралитет, он, дескать, в случае каких-то там мировых войн, ну, а вот наказывать таких агрессоров, как Россия, и действовать вместе с нашими союзниками, мы должны обязательно. Это, конечно, полностью расходится с понятием нейтралитета, с психологией швейцарцев. Огромное количество швейцарцев сказало, что нас не обманешь, что это совершенно расходится с понятием нейтралитета, как нам его, как говорится, преподавали в детских лет, в школах и так далее, что мы, Швейцария, нейтральная страна. Нас засовывают в какой-то военный блок, в какое-то противостояние с Россией, и, в конце концов, нам вообще это невыгодно. Политолог Международник, депутат Госдумы Олег Матвеевичев. В России предложили комплексно застраивать участки с частными и садовыми домами, то есть отдавать их под проекты реновации в регионах. Сейчас на таких землях это не предполагается. Предложение о дачной амнистии направлено в Минстрой. О чем идет речь, подробно рассказал один из инициаторов. Предложение председателя комитета Российского союза строителей по малоэтажному строительству Константин Пороцкий. С ним беседовала моя коллега Наталья Мамедова. На сегодняшний момент только рассматриваются предложения, которые были выработаны совместно с комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского союза строителей. И речь там идет, на самом деле, не о дачных поселках даже, а о тех земельных участках и о тех домовладениях, которые находятся в статусе ИЖС, индивидуальные жилые дома. Таких территорий можно в каждом городе найти десятки и миллионы квадратных метров. Что такое закон ОКРТ в 2020 году? Он был принят. На сегодняшний момент уже более 280 объектов во всех регионах. По этому закону разработаны все документы и положения, которые позволяют развивать и реновировать территорию. Однако все забыли как раз про этот участок с частными домами, которые также находятся в аварийном состоянии. И речь идет исключительно сейчас о внесении в Городостроительный кодекс 65-ю статью, часть 2-ю, добавить туда территории, застроенные индивидуальными жилыми домами, которые находятся в границах поселений. Так, понятно. То есть мы сейчас говорим не об СНТ, не про дачный... Абсолютно. Здесь мы поняли. Константин Юрьевич, как бы то ни было, даже вот у этих индивидуальных домов есть владельцы, есть собственники. Как-то компенсировать им будут вот все, что им предстоит? Обязательно. То есть предполагается такой же инструмент по аналогии с многоквартирными жилыми домами, когда предлагается альтернативное жилье, соответствующее по квадратным метрам и, конечно же, более высокого качества. Современное, отвечающее всем требованиям, стандартам, энергоэффективное, комфортное, с благоустроенной территорией, ну и со всеми вытекающими из этого удобствами. Ведь сегодня ИЖС строится в основном хаотичным способом. Отсутствует комплексный подход, отсутствуют стандарты строительства, отсутствуют нормативы, отсутствуют требования к общественной территории, просто даже к общественному, к общему долевому имуществу. И вот на это все, на повышение качества жизни, на качество комфорта направлены наши инициативы. Председатель комитета Российского союза строителей по малоэтажному строительству Константин Породский. Мазда решила продать свой российский завод. Долю японской компании в совместном предприятии во Владивостоке получат Солерс. Сумма сделки составила символический 1 евро. Солерс, в свою очередь, намерен организовать на дальневосточном предприятии сборку автомобилей другой марки. Более того, сообщается, что Солерс уже разработал план перезапуска дальневосточного автозавода под производство машин других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу. Подробнее поговорим о решении Мазды с экспертом и какие машины планирует выпускать завод Солерс. С нами на связи автоэксперт Игорь Мажоретто. Игорь, приветствую вас. Приветствую. Ну, сначала по поводу ухода Мазды. 10 лет назад руководство этого концерна рассматривало наш рынок как один из приоритетных. Сейчас не рассматривает наш рынок вообще никак. А может быть, знаете, как уходит Мазда? Хлопнув дверью, все бросив, либо какое-то время будет поддерживать своих дилеров, в том числе поставками запчастей и расходников, например, масел, фильтров и так далее? Павел, ну вообще речь сейчас идет даже не об уходе компании, а о прекращении бизнеса по сборке автомобилей. Речь идет о том, что завод в Владивостоке, на котором собирались несколько популярных моделей японской компании, переходит в собственность, собственно, партнера российского, это компания Солерс. Сумма сделки 1 доллар и прописан опцион на обратный выкуп в течение трех лет. То есть пока мы говорим о закрытии завода, но говорить о том, что он будет работать или не будет, сложно. Он не работает с весны, соответственно, сейчас просто констатация идет того факта, что завод переходит российскому партнеру. Плюс к тому, в Владивостоке у Солерс, у Мазда есть собственный завод по сборке двигателей. Это был очень интересный проект, когда двигатели для нескольких моделей Мазда собирали во Владивостоке и отправляли, между прочим, на японские заводы. Это было выгодно. Этот проект тоже закрыт с весны. Ну а что будет на этих предприятиях, сказать сложно. Солерс как распорядиться своим заводом? Дело в том, что сейчас массово освобождаются заводы. Ушел Ниссан на днях, освободился завод в Питере. Мерседес ищет покупателя на свой завод. И Сузу ищет, собственно, уже отдал свой завод Солерсу и так далее. То есть площадок в России освобожается много. К сожалению, я не вижу большого количества каких-то компаний, которые готовы на этих площадях собирать свои автомобили. Да, Игорь, но с логистикой-то на дальневосточном заводе Мазды все очень хорошо. Тут Китай под боком. Китай под боком. Но тут, собственно, это решение открытия завод было скорее политическим. Потому что хотелось очень влечь в какое-то промышленное производство в дальневосточный регион. Вообще все производители, это такая практика во всем мире, стараются разместить сборочные производства там, где есть потребитель. Почему у нас все основные заводы расположены в районе Москвы и Санкт-Петербурга, ну и по Волжье? Потому что здесь все потребители. Здесь просто так уж решились, японцами договорились, давайте пойдем на встречу друг к другу. Очень хорошая логистика. А мы будем сами вывозить готовые автомобили. Причем это вывоз автомобилей датировался государством в европейскую часть, где основной потребитель. Но сложно сказать, придут ли какие-нибудь китайцы. Еще раз говорю, китайцы, вот когда у нас пришли, единственные сборочные производства крупные, китайские, расположены как раз недалеко от Москвы, в Тульской области, в районе города Узловая. Потому что здесь основные потребители, китайцам проще везти вот сюда комплектующие, здесь собирать. Поэтому судьба этого завода, ну под вопросом. Это ведь старое предприятие, это был судоремонтный завод, который потом стал собирать корейские автомобили, потом японские автомобили. Я там был, он мне нравился, он такой действительно гениальный с точки зрения логистики. Потому что он расположен прямо у пирса. Вот приехал, пришел пароход, контейнеры разгрузили, тут же таможенный пост оформили, тут же в цех передали. Это все вот в шаговой доступности. А за заводом сразу, за корпусами находятся редко железные дороги, она сразу уходит, примыхает к Транссибу. Ну а на главный вопрос, который задавали мне, отвечаю следующее. Пока компания официально не объявляла, что уходит из России, проблемы с запчастями у Мазды есть, как и у всех остальных. Но связано не с тем, что компания не любит своих российских потребителей. Это общая проблема. Запчасти подорожали и сильно усложнилась логистика. Но вот таких проблем, что вот совсем все плохо, нет. Они есть, но чуть дороже, чем год назад, и дольше ждать. А дальше, если компания примет решение, ну по примеру других, например, Ниссана, совсем свернуть бизнес в России, я надеюсь, что она будет вести цивилизованность себя, как тот же Ниссан, как Рено и другие компании, которые говорят нет. Мы понимаем, что в парке России сотни тысяч автомобилей Мазда. Мы о своих потребителях заботимся, тем более, что мы же не хлопаем дверью, а надеемся когда-нибудь снова встретиться. Поэтому вот так-то будут поставляться запчасти. Я могу рассказать, например, о Ниссане, который решил вопрос со всеми своими дилерами, которые будут продолжать заниматься обслуживанием автомобилей. И, наверное, так же будет и у Мазды. А поставкой запчастей займется какая-то компания. Например, в случае с Ниссаном и Рено, это одна из дочек Автоваза под названием Lada Image, которая построила несколько складов. Я был на одном из них, недалеко от Твери, огромный склад, где, собственно, аккумулируются запчасти, которые приходят от разных производителей, как от российских, так и от иностранных, и уходят в деле Ниссана и Рено. Вот что-то такое же будет, я надеюсь, и с Маздой, поскольку это компания, которая отличалась всегда добрыми отношениями с потребителем. Ну, я недавно с одним из дилеров официальных Мазды разговаривал в Москве. Он сказал, что они, в принципе, уже и по параллельному импорту налаживают какие-то поставки и расходников, и запчастей. Посмотрел на сайте еще тоже официальных дилеров. Есть, видимо, допродают остатки и седанов, и маздовских кроссоверов. Что-то будут дособирать, либо вот все, Мазда уходит, и машинокомплекты уже все закончились. Знаешь, ну, вообще мне очень нравится эта схема, по которой... Ну, нравится, она мне не нравится, конечно, когда уходит от нас компания. Нравится ситуация, которая была по договору установлена. Когда Рено и Ниссан решили уходить, они решили вот те недособранные машины, те машинокомплекты, которые лежали на заводе, передать на вот тот самый центральный склад. Там их раскидали, и это пошло в качестве запчастей в дилерскую сеть. Дособирать никто ничего не будет, но эти машины не пропадут, их не отправят на переплавку, они пойдут на благое дело, что называется. Ну, посмотрим, чем все закончится. Очень жалко, действительно, что Мазда уходит, потому что это был один из концернов, который действительно достаточно тепло относился и к своим потенциальным клиентам, и к тем, кто купил уже машины. Спасибо большое, Игорь. Игорь Маржаретто, автоэксперт, разбирались в истории, что Мазда решила продать свой российский завод. Он на Дальнем Востоке, но он переходит за символический 1 евро. Получает его соучредитель, наша компания «Солерс», при условии, что Мазда может вернуться через три года. Посмотрим через три года. Сейчас пауза. В аэропорту из-за большой, объемной ручной клади могут не пустить на рейс. В Шереметьево предлагают запретить перевозку пассажиров, у которых в руках слишком много багажа на момент прохода в салон самолета. Это ответ на требования Росавиации обязательного повторного досмотра личных вещей при посадке, что вызвало задержки рейсов до получаса. В авиакомпаниях считают, что мера с недопуском излишняя, поскольку они и так могут снимать пассажиров с рейса, хотя это происходит редко. О нововведениях в аэропортах Марина Костюкевич. Навьюченные пакетами и сумками пассажиры у выхода на посадку – картина, знакомая всем вылетающим. У некоторых попутчиков тут же портится настроение. Вылет явно может задержаться. Начиная с июля этого года, сверхнормативная ручная кладь должна повторно досматриваться, если уже при посадке ее необходимо сдать в багаж. А это чревато серьезной задержкой, вплоть до целого часа. Потому теперь уже аэропорт, желая исключить отложенности рейсов, хочет обязать пассажиров не приходить на рейс с сумками внушительных размеров, объемов и веса, чтобы никого не задерживать. Так, Шереметьево Хендлинг предложила своим базовым авиакомпаниям отказывать пассажирам со сверхнормативной ручной кладью в перевозке. Как они пишут в сопроводительном письме, на процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж уходит от 20 минут и не менее 55 минут с заходом в комнату ручного досмотра. Это может привести к задержке рейса и жалобам пассажиров на недостачи, если сотрудники аэропорта извлекут запрещенные предметы. Но как быть пассажиру? Иногда большой ручной багаж – это не прихоть, а опять же-таки требование перевозчика. Например, нельзя сдать в багаж литиевые аккумуляторы, в том числе в составе гаджетов, например, ноутбуков и газовой зажигалки. У некоторых компаний свои внутренние ограничения. Например, у аэрофлота пассажир не может сдать в багаж, но может взять с собой до 2 килограммов сухого льда. У уральских авиалиний сухой лед можно сдать в багаж с предварительным получением разрешения. Как быть в этом случае, если начнут запрещать провозить с собой и это? Шереметьево предлагает три варианта. Либо разрешать пронести такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом, либо снимать пассажира с рейса. Есть еще один вариант – досмотр вещей перед посадкой и их отправка в отдельный отсек с выдачей по прилету. Однако это противоречит правилам авиации. Во-первых, по приказу Минтранса повторный досмотр возможен только при информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства, если досмотр привел к задержке пассажира, представители аэропорта и авиакомпании, принимают меры для его отправки очередным рейсом. Во-вторых, Воздушный кодекс запрещает отказывать пассажиру в перевозке лишь на том основании, что он перебрал с вещами или закупился в зоне дьюти-фри. 85-я статья кодекса согласит, договор перевозки считается расторгнутым только при отказе пассажира от предполетного досмотра. В-третьих, в технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов указано, если у пассажира забирают кладь в грузовой отсек, должны получить от него, от пассажира, подтверждение, что из нее удалены запрещенные предметы. На практике перевозчики либо разрешают пронести вещи в салон, либо сдать в багаж без повторных досмотров, иногда и без доплаты, если на выходе нет портативных кассовых аппаратов. Эксперты же видят решение проблемы по-другому. Чтобы не было массовых скандалов с отказами пустить пассажира в самолет, все авиакомпании должны просто предоставить услугу оплаты перевеса багажа прямо у выхода на посадку. Плюс к этому более наглядно и доходчиво уведомлять пассажиров о параметрах ручной клади при регистрации, в том числе онлайн. Марина Костюкевич, Вести-ФМ. Блогеры должны отмечать любую рекламу и регистрировать свои посты с интеграциями в цифровую систему учета. В Роскомнадзоре пояснили, как размещать такие публикации. Подробности о системе маркировки интернет-рекламы в материале Александра Ельшевского. Единая система учета всей интернет-рекламы в России будет вносить в базу данных сведения об операторе рекламы, ее заказчике, объемах, цене и аудитории. Теперь любая реклама станет маркироваться специальным цифровым и буквенным кодом-токеном. Его сможет скопировать кто угодно, чтобы, например, отправить жалобу в ФАС. А государственные службы смогут быстро найти по нему все сведения о рекламе и разобраться в ситуации. Если такое размещение невозможно, токен будет находиться в тексте объявления или идти титром в рекламном ролике. Цель такого учета, по словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, может быть вполне социальной. Государство таким образом планирует проведать различные социальные проекты. Есть обязанность 5% рекламного времени выделять именно под так называемую социальную рекламу, для того, чтобы эти 5% правильно выделялись и никто не употреблял этой нормой, недопоказывая социальную рекламу. Рекламу предложили учитывать, считать, смотреть, сколько ее, и появилась идея ее маркировать. Плюс предполагаю, что какую-то дополнительную информацию из этой маркировки будут для себя извлекать те ведомства, которые это будут контролировать. Сейчас появились разъяснения от Роскомнадзора, в которых говорится, что если блогер размещает рекламу на своем канале, он считается ее распространителем, а значит, обязан подавать определенный перечень сведений оператору рекламных данных. Взаимодействовать с оператором можно лично или через рекламное агентство. Система работает следующим образом. Блогер передает оператору данные о любой рекламной интеграции, по которой не истек срок действия контракта на момент вступления в силу закона. Это 1 сентября. Далее оператор присваивает контенту индивидуальную метку – токен. И только после этого рекламный пост вместе с номером токена можно публиковать. Токен необходимо размещать в тексте поста или под ним, так, чтобы его можно было скопировать для проверки. В случае, если это видео, то его рекомендуют размещать в начале ролика поверх изображения. Это будет означать, что в публикации есть реклама. Это касается и рекламы в Телеграм, где такая метка ставится в следующем за видеосообщение или ответом на него. Что нужно для сохранения связности и упрощения проверок. Президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек говорит о том, что хоть систему и запустили в сентябре, до марта следующего года штрафовать за отсутствие маркировки не будут. Но с 1 декабря она станет уже массовым явлением. Все больше и больше рекламодателей. Заказывая рекламу, говорят о том, что реклама должна быть промаркирована. У сообщества остались вопросы относительно сети, которая была признана экстремистской, это Инстаграм, но при этом разрешено в ней работать. То, как сделано с таргетированной рекламой и контекстной рекламой, вопросов нет. Тут все автоматизировано. С рекламой у инфлянсеров очень много вопросов. Что будет являться рекламой, что не будет являться рекламой, потому что очень много блогов построены на обзорах. Очень многие инфлянсеры просто указывают, что одели ту или иную вещь или использовали ту или иную косметику. Введение системы вызвало множество споров на рынке. Ассоциация развития интерактивной рекламы и Ассоциация коммуникативных агентств России заявили в официальном письме Роскомнадзору, что только затраты на выполнение этого закона составят от 10 до 20 миллиардов рублей. По мнению многих экспертов, это от 7 до 13 процентов дополнительной финансовой нагрузки, что в текущих экономических условиях может привести к катастрофе на рынке и схлопыванию индустрии, с возможным уходом рекламных компаний в серые схемы. Руководитель практики, медиаправа, юридической фирмы «Интеллект», член экспертного совета ФАС по рекламе, Михаил Хохолков считает это маловероятным. На его взгляд, основная сложность кроется в размытости формулировки самого понятия рекламы и ее особенностях в благосфере. Как отделить тот же обзор блогера на какой-то продукт, который он делает по своей инициативе, от рекламы? Потому что закон о рекламе, он не дает четких разграничений, чтобы не попасть под необходимость проходить вот эту техническую всю историю с отчетностью в ОРД. Поэтому как таковой, там серый либо черный рынок рекламы, он, на мой взгляд, не местен здесь, потому что если выйдет у блогера реклама не маркированная и без идентификатора, ну, рано или поздно там ее может обнаружить контролирующий орган, ну, или пожаловаться конкурент. И блогера могут оштрафовать. Кроме того, рекламодатели считают, что данные о заключенных договорах, их цене, стоимости показа рекламы и параметрах целевой аудитории составляют коммерческую тайну, и их передача сторонним базам данных приведет к дополнительным расходам. Но в Роскомнадзоре настаивают, что такой доступ нужен для контроля и прозрачности рынка, который требуется, в том числе, при рассмотрении обращений граждан. Пока что и сами операторы рекламных данных и остальные участники рынка видят большие риски и ждут дополнительных разъяснений о том, как будет защищена информация, кому ее могут передавать и где такой объем предполагают хранить. Ведь кроме самих текстовых сведений, нужно размещать и контент, как посты, так и ролики. Это колоссальный массив данных. А рекламодатели, между тем, на всякий случай сворачивают активность и работу с блогерами до разъяснения ситуации. Александр Ельшевский, Вести.ФМ Здравствуйте, с вами Николай Гринько. Группа испанских исследователей из Университета Наварры продемонстрировала работу системы акустической левитации «Левипринт». Система позволяет манипулировать объектами с помощью ультразвука, перемещая их в пространстве и меняя ориентацию, не прикасаясь к ним. Подобные установки и раньше конструировали в разных лабораториях, но все они были стационарными. Учёные из Испании интегрировали звуковые излучатели в подвижный роботизированный манипулятор, что позволило перемещать твёрдые предметы и капли жидкости практически без ограничений. С помощью новой системы исследователи смогли строить из напечатанных пластиковых заготовок сложные конструкции, соединяя их каплями клея. Поскольку ультразвук способен проникать сквозь многие материалы, это расширяет сферу применения подобных установок. С их помощью можно будет монтировать сложные структуры в ограниченных пространствах, перемещать живые клетки и даже, возможно, проводить манипуляции внутри организма. В качестве доказательства концепции авторы построили кораблик внутри бутылки, доставляя строительные материалы и клей через горлышко. Коллектив редакции нашей программы уже рассказывал об акустической левитации. Некоторое время назад ученые научились удерживать в воздухе небольшие предметы, вроде комочков ваты или пенопластовых шариков. Для этого используются два ультразвуковых излучателя, направленных друг на друга. Звуковые волны, пересекаясь, образовывают зоны так называемых стоячих волн, на которых, как на своеобразных полочках, могут лежать не очень тяжелые предметы. Испанские ученые не меняли схему, но разместили излучатели на пальцах роботизированной руки. С помощью такой системы они могли не просто удерживать в висячем положении пластиковые палочки размером примерно в полспички, но и перемещать их куда угодно. Точно так же они поступали с капельками клея, и демонстрационное видео этого процесса выглядит особенно впечатляюще. Капелька клея, выдавленная из специальной иглы, зависает в воздухе, словно в невесомости, а затем движется вслед за манипулятором, не прикасаясь абсолютно ни к чему. Инженеры смогли таким образом построить кубик, довольно сложную конструкцию, напоминающую мостик, а также приклеить палочки и шарики к апельсину, превратив его в забавную кошачью мордочку. Единственное замечание. Нам очень хотелось посмотреть, как выглядит кораблик, который они, как пишут во всех пресс-релизах, сконструировали внутри бутылки. Найти картинку было очень сложно, и на деле оказалось, что кривоватый силуэт кораблика составлен всего из шести спичек, а бутылка и вовсе представляет собой цилиндр, свернутый из тонкой металлической сетки. Впрочем, это небольшое лукавство не отменяет значимости примененной технологии и почти не бросает тени на авторов изобретения. Хотя... Вести ФМ Хай-Тек